Давайте эту историю прочитаем. Деяния апостолов, глава 20, 7 стиха. В первый ежедневный недель, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно или очень много светильников. В те времена, когда была ранняя церковь, воскресенье не было днем выходным. Это был рабочий день. И поэтому верующие собирались, как правило, на собрание в воскресенье вечером, чтобы иметь хлебопреломление. И люди приходили, как правило, с работы, усталые, но собрание было на первом месте. А в этот день было особенное собрание, потому что к ним приехал благословенный брат, апостол Павел. Он был у них несколько дней, и вот на следующее утро должен уезжать. И пользуясь такой возможностью, Павел хотел их много наставить. Скорее всего, он понимал, что, возможно, другой такой возможности видеть братьеви сессер в Тради у него не будет. И поэтому он проповедовал и проповедовал. Собрание началось вечером, но вот солнце зашло, уже 10 часов вечера он проповедует. Уже 12 часов ночи собрание продолжается. Кроме того, в это собрание было битком забит. Все пришли послушать апостола. Не было карантина, не было ограничений. Церковь в полном собрании, даже гости, наверное, были. И к тому же времени, в те времена, нам надо трудно поверить, но церкви не имели своих знаний, не было домомолитв. И собрались у кого-то на дому. И это собрание было также у кого-то на дому, на верхнем этаже. Ну, как у нас говорят, мансандра. Собрались, полный дом, битком забитый. Кроме того, не было лавочек. Тогда люди просто приходили и садились на полу. И вот полный дом забитых людей сидят на полу, душно, нечем дышать уже. И из-за того, что не было электричества, освещали здание светильниками масляными. То есть они не только светили, но и хорошо еще грели. Стало жарко, душно, нечем дышать, это дым. Но собрание продолжается. Стих 9. Во время продолжительной беседы Павловой Один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон. И, пошатнувшись, сонный, упал вниз третьего жилья. Это был третий этаж уже. И поднят мертвым. Этот молодой брат, наверное, тоже после рабочего дня, или где-то дома делал какую-то работу, или уже кого-то совершал, как наемный работник. Пришел тоже усталый. Но он пришел в собрание. Может быть, многие его сверстники решили бы быть в другом месте, или отдыхать. А он пришел в собрание. Он сел на окне. Окна тоже были не такие, как у нас. Не было, как стеклянных окон. А окна, это была просто дырка в стене, которая закрывалась. Может быть, кто-то видел в домах старых ставни есть такие. Вот как ставни. Вот дырка, и она закрывается ставнями. Окно открытое, это ставни открылись. И просто оконный проем. Наверное, он сел там, потому что уступил место старшим братьям и сестрам. И сел на окошечко. Но я думаю, это место было довольно-таки неплохое. Потому что если здесь было душно, то там шел свежий воздух. И ему было легче дышать. Больше того, само место, где он находится, вот там, там, три этажа вниз, заставляло его бодрствовать, потому что нельзя же пошатнуться. Опасно. Ну, он сидит, собрание идет. Но сама эта позиция делала его на уровень выше зала. Все сидят на полу, а он вот как на подоконнике. Выше всех. И он мог всех видеть. Я знаю, даже сегодня молодежь любит сидеть наверху. Где есть в церкви балкон, вот у нас есть балкон. Знаете, если нужно найти молодежь, идите на балкон. Любит быть повыше. Во-первых, можно наблюдать за всеми, кто там что-то делает, и даже с кем-то, с кого-то посмеяться. Ну, во-вторых, он уступает место старшим. Пусть старшие сидят на низу, а мы будем, нам легче подняться. И вот он наверху, наверное, наблюдает, смотрит. Я думаю, то, что он заснул, скорее всего, причина была в том, что он где-то потерял, наверное, интерес к слову, к проповеди. Потерял как бы нить собрания, может быть, потерял идею, о которой Павел говорил. Где-то отвлекнулся. Что его отвлекнуло? Может быть, то, что он смотрел где-то за людьми в зале. А была еще вторая возможность. С окна можно было смотреть не только на зал, а можно было смотреть туда, вне церкви, на ночной город. И где-то он где-то что-то потерял интерес к собранию. Потому что я думаю так, что если бы Даник ремонтировал свой мопед до 12 часов ночи, я сомневаюсь, что он ремонтирует мопед, уснул. Сомневаюсь. А вот в собрании, если сидеть где-то потерять интерес и сидеть на балконе, то это опасно. Это опасно. Итак, он начал клевать носом, сидя на подоконнике или на окне. И вот дремота одолела. Он уснул, потерял контроль над своей позицией, пошатнулся, падает и разбивается насмерть. Эти слова записывает ингрид Лука, который в то время присутствовал. Он был доктор. Поэтому, скорее всего, он концентрировал смерть этого молодого человека. Итак, почему он разбился? Почему он выпал из собрания? Во-первых, прежде всего, мы понимаем, потому что уснул. Потому что уснул. Вот, если духовно уснуть, духовно уснуть, то можно выпасть в собрание, в церкви. Есть такая опасность. Знаете, ну, конечно же, иногда даже в нашем собрании, когда я проповедую, вижу, что есть некоторые, небольшое количество братьев и сестру, которые могут уснуть. И в целом это нехорошо. Можно иметь какие-то факторы оправдывающие. Мир устал этот ептик, устал, был вечер, душно, собралось много людей, нечем дышать. Не выспался дома, может быть, плохое состояние здоровья. Есть разные братья и сестры. Но в любом случае, когда человек засыпает во время проповеди, это признак того, что его, Слава Божьей, не сильно интересует. А что было проповедь? Это было хребопроломление. Говорилось о жертве Христа. Если разговор о жертве Христа нас не захватывает, мы не взволнованы, мы теряем интерес, ну, это опасный признак. Знаете, есть слова в мире, говорят так. Самый честный, смерть во время сна. Слышали вы такое? Слышали? Но я думаю, в этом случае был не такой. Духовно уснуть и умереть – это самое худшее, о чем говорит Писание. Духовно уснуть и при этом умереть – это самое худшее. И так, поэтому не раз Писание, не раз Писание, Слово Божие, призывает нас бодрствуй, бодрствуй. Даже в этой главе Павел будет говорить с пресвитерами и скажет им, посему бодрствуйте. То есть не дайте себе усыпить. Духовно не дайте себе усыпить. Потому что если ты уснешь, духовно уснешь, ты можешь выпасть из церкви. К сожалению, такое бывает. Люди присоединяются к церкви, потом их жизнь заколисывают, они отвлекаются от духовных вещей и усыпают. И слышишь, а он выпал, а его нет в собрании. Он разбился. Но я думаю, еще есть одна причина, почему он в тот вечер упал. Ну, первое, конечно же, сон. А вторая причина, я думаю, что так можно делать такой вывод. Это он упал и разбился по причине того места, где он находился. Но если бы он сидел в собрании со всеми, там вот на полу, плечом к плечу к братьям и сестрам. Но если бы даже он уснул, то где-то он бы уперся бы у брата. А вот сидеть там на самом краю, на самом краю, где нету как бы братского плеча, это опасная позиция. Иногда так есть в жизни верующих людей. Он хочет быть в церкви, но не близко к братьям и сестрам, а быть как бы на самом краю. Он редко в собрании, даже в духовных вопросах он спрашивает, а почему это нельзя? А может быть это можно? Вот где грань? А я хочу быть на самой грани. Вот на самой грани. Это можно? Можно. Вот я буду здесь. Вот быть на самой грани церкви и мира, это не лучшая позиция. Это опасная позиция. Стоит лишь дремнуть, упал и разбился. Поэтому Писание призывает нас, худые сообщества развращают добрый нрав. Подальше от них, поближе к хорошему сообществу, к церкви. Хорошо. Но это не была трагедия. Вот почему. Сих 10 этой истории. Павел, сойдя, собрание вышел, пал на него и, обняв его, сказал, Не тревожьтесь, ибо душа его в нем. Потом пошло время, он вернулся в собрание. Между тем отрока привели живого и немало утешились. Он был мертв. Это пишет Лука, врач. Но Павел обнял его. Произошло чудо. Он помолился. И Бог вернул его душу. Он очнулся. Он снова получил жизнь. И когда он, как бы, пришел уже в себя, его привели в собрание. И собрание получило большую радость. Имя Евтих означает счастливый. Счастливый. Иногда тоже в мире говорят о человеке, который где-то в смертельной опасности не погиб. Он родился в рубашке. Счастливчик. Но я думаю, здесь не это сработало. Он счастливчик не потому, что он родился в рубашке. Он счастливчик, потому что он был частью живой церкви. И Бог мне дал ему погибнуть. Бог и церковь, и святые, которых Бог побудил, отвлекнулись. То есть Бог своих не бросает. Церковь своих не бросает. Вот почему он счастливчик. Его оживили и вернули в собрание. В целом, это очень важный момент. Еще раз. Здесь эта история нас призывает, во-первых, каждому лично за себя бодрствовать. Во-вторых, она призывает нас не быть равнодушными, когда кто-то засыпает или падает и разбивается. Ниже Павел будет в этой главе беседовать с пресвитерами. Даст им такое наставление. Смотрите. Деяние, это же глава. С 28 стиха. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пости церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии Моем войдут к вам лютые волки, нещаящие стадо. Бог говорит нам о том, что есть опасность. Мы вошли к Богу. Мы стали Его церковью. Мы стали частью Его стада. Мы Его овечки. Но внешне есть опасность. И мы должны друг за друга переживать, друг за друга сражаться, чтобы сохранить друг друга в этом Божьем положении. И поэтому, если кто-то друг не бодрствует, мы должны его разбудить. Брат, не спи. Если брат даже упал, мы должны подойти и его поднять. Об этом говорит Павел о том, что мы ответственны друг за друга, чтобы никто из тех, кого Бог присоединил, по-настоящему не был потерян. И нам радостно, что сегодня Бог к церкви, к поместной церкви присоединил двух братьев и сестер. К Могилевской церкви брата и сестру и старшего нашего брата Буриевской церкви. Нам это радостно. И пусть нас Бог благословит, чтобы все те, кого Он присоединяет, сохранились в церкви живыми и дождались Его пришествия. Ну и знаете, последний стих в этой истории еще есть. Что было дальше в этом собрании? Смотрите. Стих 11. Вот этот парень выпал, Павел его оживил, взойдя же, и преломил хлеб, и вкусил, беседовал довольно даже до рассвета. В тот, даже не вечер, в ту ночь собрание длилось всю ночь. И после этого случая никто уже не уснул. Все осознали, как важно бодрствовать, как важно Слово Божие слушать. Было хлебопреломление. Скорее всего, было не просто хлебопреломление. Первая церковь собиралась и делала как бы вечерю любви. И был как бы ночной ужин, то есть братское общение. Было снова Слово Божие. И так до утра. До утра. И пусть нас Бог благословит, чтобы мы были церковью бодрствующую до утра, до его пришествия. Чтобы никто из нас не засыпал ни духовно, ни физически собранием. Чтобы мы друг от друга опекались и были его любовью сохранены. Продолжение следует...